Очередная подсылка не из Китая и не из Зазетки, а из местной интернет-шарашки, которая находится в Харькове. И основной ассортимент этой шарашки это запчасти на советские мотоциклы. Но запчасти не те, которые еще советские, а которые современные сейчас делают. И купила в этой интернет-шарашке покрышку на свою планету. Кто не в курсе, я начал восстанавливать планету. И в принципе она у меня ездит, но у меня жахнула. Камера задняя, и я вот прикупил сразу три камеры на все колеса, потому что там остальные тоже советские еще стоят. И неизвестно, сколько они проживут. Ну и заодно прикупил покрышку. Так как на люльке там стоит покрышка с Минскача, и она уже лысая. Я купил новую покрышку, поставлю заодно на заднее колесо, а заднюю покрышку переставлю на люльку. В принципе, я думаю, такая вот обычная схема для мотоцикла с коляской. Да, если что, я коляску называю люлькой. Размер колеса у нас 18 на 3,50. На ежах это такие колеса, не только на ежах, там и на Явах, и на Чизетах, и там еще в Дуфианах, и в Муциках такое вот колесо стоит. Ну и естественно, камеры у нас тоже 18 на 3,50. Ну или на 3,5, кому как больше нравится. Ну и давайте приступим, как говорится, к распаковке. Камеры у нас как бы распакованы. Ну по камерам там отдельно расскажу приколы. Давайте сейчас я распакую покрышку и покажу, как она выглядит. Вот этим вот скотчем были заматаны камеры. Вот сюда вот их в стыдину влажило. Ну и в принципе вот такой вот протектор на колесе. То есть как бы стандартный советский протектор. Вот такие вот они протекторы и были на советских покрышках. Вот так вот выглядит она у нас сбоку. Здесь у нас написано 3 на 50 на 18 к 102 МСТ. Это у нас Петрашина. Вот здесь вот написано с этой стороны Петрашина. Но прикол такой, что Петрашины бывают российские. Made in Russia написано. И Петрашины бывают китайские. То есть китайцы под Петрашиновский завод подделывают покрышки. Пишут на них тоже, что это Петрашина. Но они по качеству намного хуже. И стоят они дешевле, чем Петрашиновский. Например, это стоит штука 100. И то это была у них акция. Так у них там штука 200 с чем-то. А китайская этим тут 50. Это я так, насколько понимаю. Написано, что на 2,5 атмосферы она должна выдерживать. Ну насколько я понимаю. Там КЗ что-то написано. С покрышкой как бы все понятно. Петрашина. Все написано. Все отлично. Переходим к самым интересным. Камер. Во-первых, я не досмотрел такой прикол, когда проверял на новой почте. Я не досмотрел такого прикола. Что вот здесь вот продавлена шина. Не знаю, видно на камеру или нет. Но вот здесь вот продавлена. Вот продавлена. И здесь вот вообще конкретно продавлена. Не знаю, тут дырка или нет. Но как бы пазной дырки не видно. Но будем надеяться, что не дырка Но вот уже вот этот факт неприятный Мне что, вот такая вот фигня Шлиняет от них, конечно, конкретно И вот эта вот колпачка Вот такие вот вмятины Почему? Потому что они камеру вот так вот вставляли в середину покрышки Естественно, она придавливала Плюс еще и скотчем обматывала И на всех камерах такая вот фигня есть И на этой тоже вот он есть Вот продавлено И только вот эта вот более-менее не пострадала Здесь как бы сильно не видно, что продавлено было Вот какие-то уже трещины Это вообще жесть А не камеры Так вот, насчет камер Вначале я заказал другие камеры Камеры назывались найдунтары Тайванские какие-то И стоили по 110 гривен Кстати, насчет цен, конечно, на покрышки на мотик круто Покрышка на мотик стоит больше, чем покрышка на машину Так вот, насчет камеры За 110 гривен заказал камеру Три штуки тайванские Звонит мне менеджер и говорит, что Чувак, я смотрю, ты заказ сделал Взял покрышку нормальную Петрашиновскую, заводскую Класс Камеры берешь какие-то такие Дешевые, китайские В смысле, ну Тайвань нормальные Должны быть Ну, Тайвань-Тайванию разница Есть заводской Тайвань А есть типа самопальный Так ты вот заказываешь самопальный Давайте я перебью заказ И заводской Тайвань Они там чуть дороже По 140 Ну, зато классные камеры Получше, чем что ты заказываешь Я говорю, ну хрен с тобой Давай по-тайвански Так, тайванские Вот он скидывает мне СМС-ку Тем временем я захожу на сайт Начинаю смотреть у них Шины какие остались 18 на 350 А за 140 у них шин нету Есть там за 130 За 120 За 150 И за 175 И он мне перезвонит Вы, говорит, СМС-ку получили Там сколько надо оплатить Я говорю, получил Только я говорю, что таких камер По 140 у вас не найдем Он, а вот сейчас подождите Я вам скажу Там код 30878 Смотрите, вот эти вот Так эти у вас, говорю, по 175 Ну, а мы вам по 140 Их отдадим Там скидку вам сделаем Классные камеры Туда-сюда Здесь написано, говорю, Индонезия, а не Тайвань А, ну да, Индонезия, хрен с ним, типа Пусть будет Индонезия, но это завод, это завод, это не самопал Ну ладно, говорю, хрен с ним, давай Оплатил я, а потом думаю, что-то по 140 не сходится Думаю, а ну дай пересчитаю, что он мне тут насчитал Посчитал, и мне получилось по 160 они их загнали На 15 гривен только дешевле Ну думаю, ладно, дешевле ж типа Но, когда пришли камеры, смотрите, что я на них вижу Здесь вот только написано, CS Original Tube Night Quality То есть оригинальная камера, типа качество отличное И вот написано, 350 на 18, все Больше опознавательных знаков никаких здесь нету По идее, это должны быть камеры, как у них написано на сайте Хунг Эй, Хунг Эй это или не Хунг Эй История умалчивает, потому что никаких опознавательных знаков нет Может он вообще там за 7 гривен мне какую-то труперду прислал Потому что у них там не по 7 гривен есть Поэтому вот с камерами что-то вот не очень Когда эти вот приколы с этими вот продавами Конечно, жестко, очень Она будет, наверное, ладку сюда к ним цеплять Я ХЗ Ну да ладно, хрен с ним Взял уже, взял Назад отсылать как бы не буду Попробуем сейчас поставить покрышку и шину Ну и результат уже в конце покажу Удалось мне это сделать или нет Я в плане того, что написано 1850 А может и не размером меньше или больше Ну больше, то хрен с ним, а вот если меньше, это будет жесть Так что сейчас вам покажу результат ремонта И в процессе замены покрышки Я хочу вам показать, что вот на советской покрышке Точно такая маркировка, как вот на этой вот российской То есть россияне делают один в один маркировку Т0255, 2.6 МП То есть вот точно такие идентичные надписи Что здесь, что здесь на новой Да, кстати Made in USA Советская еще покрышка Так что я думаю, что проблем не должно сейчас быть никаких Должна подойти И хотел вам еще показать такой прикол Смотрите, вот советская камера Смотрите, какая здесь толщина резины Пипец, блин, какая она толстая И взять толщину резины вот этой вот камеры Якобы индонезийской Скажите, тут никакой Индонезии не пахнет завода Ну чуть толще, чем на велосипеде При том, что, видите, золотника нет Смотрите, из трех золотников попался только один нормальный Вот в камере, которую я поставил колесо Был вот этот вот кривой Смотрите, какой он кривой Я даже с ним и накачивать не стал Сразу выкрутил Крутил другой, но вот он второй Он заедает То есть, когда на него нажимаешь На золотник сверху Назад не отбрасывается И начинает выходить воздух Вот, откручиваешь шлангу Насоса с колеса И начинает выходить воздух То есть, он назад не отбрасывается Вот такие вот индонезийские камеры Поэтому я еще сильнее начал сомневаться Что это Индонезия Это какой-то Китай дешманский, скорее всего Намахал мне этот интернет-магазин Хотя, может, если которые дешевле, еще тоньше Может, как на велосипеде Эти чуть тоньше, чем велосипедные А те, наверное, которые там по 80-100 Ривен, наверное, как велосипедные толщиной Короче, жесть камерами Ну и вот так вот выглядит конечный результат Как настоящая советская По самому шинамонтажу Полюбила немножко мозг камера Потому что она не хотела в покрышку укладываться Постоянно вылазила И когда бортировал Я очень боялся, что я пробью камеру лопаткой Ну, с момента монтажа колеса уже прошел час Я его накачал 2,5 атмосферы И сейчас замерял 2,5 атмосферы То есть, как бы, дырок больших я не надел Если есть дырки, то маленькие А так все нормально, не спустило Так что колесо я восстановил На эжаке Можно продолжать рассекать По скриптуме отпишусь, как оно себя ведет После того, как я на нем покатаюсь И есть ли какие-нибудь косяки или нет На этом же все Кому понравилось видео, ставьте лайк И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео Да, и не забудьте нажать колокольчик, чтобы приходили оповещения Субтитры сделал DimaTorzok